Здравствуйте! Я Олеся Бурьян и предлагаю приготовить сегодня фаварентийское печенье. Для этого нам понадобится сахар, мука, сушеная вишня или любые другие цукаты, миндаль, фундук, масло и жирные сливки. Для начала я предлагаю порубить миндаль. Для измельчения орехов можно воспользоваться блендером, но скорее всего миндаль получится более мелким, что обязательно скажется на интенсивности его вкусов печенья. Основная прелесть этого печенья в его неравномерной структуре. Добиться этого нам помогает то, что орехи и цукаты мы крупно рубим ножом. А теперь также мелко порежем вишню. Часто вместо вишни используют домашние цукаты цитрусовых, которые варят по тому же рецепту, что и карамелизованные апельсины. А в сочетании с сушеной клюквой получается так вкусно, что даже словами трудно описать. Нам осталось порубить фундук. Ну что ж, мы порезали уже все, что было можно. Теперь займемся тестом. Вариантов приготовления этого печенья очень много, но мне больше всего нравится оно на заварном сладком тесте. Для этого я сейчас сварю сироп из сливок, сахара и масла. Основной принцип приготовления заварного теста заключается в том, что муку заваривают в горячей воде или сиропе. Можно не дожидаться, пока масло растопится, а сразу всыпать сахар и влить сливки. Далее на небольшом огне, постоянно помешивая, варим сироп до полного растворения сахара. Всыпаем муку и сразу, очень энергично и быстро, вымешиваем тесто деревянной лопаткой, стараясь разбить все комочки, которые образовались. Прогреваем тесто до тех пор, пока мука окончательно не заварится. Можем приступать к выкладыванию теста на противень. Как вы уже знаете, мне очень нравится делать это двумя чайными ложками. На всякий случай оставляем между печенками расстояние 2-3 сантиметра. Это если они захотят немного растечься. Продолжение следует... Теперь нам осталось посыпать печенье фундуком и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. В принципе, фундук можно добавить в тесто сразу, вместе с другими орехами. Но тогда печенье будет не таким нарядным. А фундук не запечется в духовке так хорошо, как он сделает это, будучи посыпанным сверху. Для приготовления печенья нам понадобится 100 граммов сушеной вишни, 100 граммов миндаля, горсть фундука, 80 граммов муки или 2 столовые ложки, 120 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 100 миллилитров жирных сливов. Крупно порубить орехи и вишню, прогреть духовку до 180 градусов, подготовить муку и ингредиенты для сиропа. Сварить сироп из сливок, сахара и масла. Всыпать муку и хорошенько заварить тесто. Добавить орехи и цукаты. Застелить противень пергаментом. Выложить тесто чайными ложками, выпекать 20 минут. Флорентийское печенье. Во многих рецептах рекомендуют обратную его сторону смазывать шоколадом. Но на мой вкус так получается слишком сладко. Вот этот рецепт мой самый любимый. И я советую вам его как можно скорее попробовать. С вами была Олеся Бурьян. В следующий раз мы встретимся и приготовим еще что-нибудь вкусненькое. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова